2 марта 1982 года был открыт уникальный археологический музей Берестия – музей средневекового восточнославянского городища, основанного Дреговичами, который находится на территории Волынского укрепления Брестской крепости. А обнаружение этого ценного артефакта было бы совершенно невозможно без них – археологов. Небольшой группой ученых при помощи волонтеров-студентов и их преподавателей под руководством культового археолога Петра Федоровича Лысенко. Он, безусловно, корифей белорусской археологической науки, доктор исторических наук, профессор. К сожалению, его уже нет с нами, но память о его упорной работе о нем самом хранится в воспоминаниях людей, которым некогда посчастливилось поработать с ним. В первую очередь, когда он здоровался, у него очень крепкое рукопожатие. Это был очень сильный человек, которому не привыкать было работать лопатой. А для Бреста он сделал очень много потрясающих вещей. В первую очередь, он внес фактически город Пресс в аналоистории именно благодаря нашему раскопу, потому что он нашел здесь постройки XII-XIII веков. У нас здесь целый квартал этого города. Таким наследием никто не может больше похвастаться. Благодаря ему была найдена очень интересная и потрясающая находка. Всего таких несколько у восточных славян – это Берестейский гребень с первыми 13 вырезанными буквами славянского алфавита – кириллицы. Археология – это наука о прошлом. А как мы все знаем, без прошлого не может быть и настоящего. Все, что мы знаем сейчас о нашей истории, мы узнали либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Бытовой материал порой может рассказать нам больше, чем мы можем себе представить. Клиняные горшочки, прялки, печи, гребни, орудия труда – все это рассказывает нам о том, как жили наши предки. Все это дает нам возможность хоть немного приоткрыть дверь в наше общее прошлое. «Прежде всего археология ассоции Юрица – это Индиана Джонс и все вот эти его приключения. Но на самом деле археология – это когда ноги у тебя в воде, а спина в солнечных ожогах, и ты просто копаешься в земле, зачастую в труднодоступных районах. Это и могут быть горы, и болота, и каменистая почва, где очень тяжело копать. А потом зимой в своей лаборатории ты уже можешь с кружкой чая, кофе, и изучаешь, систематизируешь те находки, что ты находишь. Тут не только есть физическая, очень сильная, упорная именно физическую работу, но также интеллектуальная составляющая, когда ты должен найти, правильно определить, точно сказать, поставить свою подпись под этим документом, что вот эта находка – это именно эта находка». Работа археологов важна и нужна обществу, что доказывает неподдельный интерес к артефактам археологического музея Берестя, как брещан, так и гостей областного центра. «У меня вообще появилось много вопросов, и тем более здесь. То есть кто-то жил до нас много веков назад, чем-то занимались, почему оказались засыпаны на такой глубине. То есть вообще мы мало чего знаем. И если кто-то это открывает для нас, большая им благодарность. Надеюсь, что со временем мы узнаем намного больше. Больше пояснений вообще, как это происходит. Вообще мы очень рады окунуться в вашу атмосферу, в вашего города». Археолог – человек, который воскресает прошлое. Он обладает сильными интеллектуальными способностями. У него широкий кругозор. Он скрупулезен, точен и обладает особой способностью, пусть иногда медленно, но верно идти к своей цели. А главное – всегда через любовь к своему делу. «Ты можешь держать в руках находку и понимать, что эту находку до тебя не видели 700 лет. И вот эти находки, их пять штук в мире. И ты знаешь, что шестая штука, шестой предмет, под ним будет стоять твоя подпись, твоя фамилия. Потрясающее чувство удовлетворения».